Там померещилось. Это две, которые вчерашние были. Они у меня на экране. Я как-то... Мы снимали на другом видеоролике. И каждая... А она была... 1,89 только набирала. Больше нельзя было. А она прерывалась и начинала дальше другую. Два ролика. И потом я их двойные так и выставлял. А тот, кто там работает, он их готовые там сразу слепил и всё. Я гляжу, у меня было 1100, а потом гляжу их там 800. А где остальные? Какая слепилась там все. Ясно. А вот этот вот свежий ролик, который не надо, не ужимайте, вы сразу его и закидываете в Ютуб. Вот который сегодня беседовали? Да, прямо вот... Без ужатия его выставляете. Ну я выставлю сейчас, без ужатия выставлю. У него хороший вопрос у Евгения. Он сегодня о старобрядцах спрашивал о крещении там. А то посмотри, кто тут залазил. Оставь. Он мне звонил. Я ему сейчас перезвоню тоже. Да. Вон Алексей... Вон Алексей спрашивал ваши позывные сегодня. Вчера с Алексеем загуляем. Я сегодня его видел. Вы на него не можете выйти? Иван Алексеевич, да мы... Что там? Уже это... Виктор уже подобрал там все. Теперь он вам привезет. Я думаю, вы посмотрите, примеряете там, как эти... Ну дойдет, если то возьмем. Вот если благословите, то возьмем тогда их. Выставил я на форуме, как я в больницу меня возили вчера. Решили проверить маленько, подмарафетить. Ну, уши как проверяли, и глаза. А Виктор Андреевич-то, врач-то, сегодня при новолокте капать. А что, инфекция опять попала у меня? Инфекция я еще в прошлом году-то повредил глаз-то, и она легко теперь попадает. Почему? Вот, а с ушами то... Я сходил, ничего не делали, они еще только осмотрели. Но мне очень понравилось, как они делали. У них такая, она надала в руку, мне пипетка, и там... Elliott'а трубочки заходят. И она дает сигнал. И говорит, сейчас на правое ухо будет. И разные высокие, низкие... «Тии- Refir» И как только голос, это... Звук начинается, вам слышат? Нажимайте, а я нажимаю. И она в себе точки ставит там, делает график, вычерчивает. И мне понравилось. Это математика. Ну и вот она все это высчитала Потом там другой кабинет Ну а та тоже осмотрела и аппарат, который нажать А я аппарат не хочу никак Но потом подумал, особенно когда мне вопросы задают Когда дорога едет, вопросы Когда я доклад делаю или там выступаю, выступаю, пробую Мне это не надо, я слышу А вот когда вопросы задают Вопрос этот мне надо переводить Уходит в два раза длиннее, а мы торопимся Я тут подумал, надо, наверное, это время И вот она мне приставила Да, она приставила куху-то мне И отошла, я где там разговаривает А мне кричат, а ну что вы кричите-то Да нормально разговариваю Вот такая слышимость, как кричат А я больше на ничего не делала И вот вчера это были мы А я сегодня в храме стал слышать А то у меня вот три недели это Ну, грипп или насморк был Я у меня заткнула, я сейчас разговариваю Уже звук в ухо в левое не идет Я намного лучше стал слушать, чем вчера А Виктор говорит, это из-за того, что Представляли вам аппарат Я говорю, не из-за этого Потому что тамошняя, которая там Сопливил, то отошло Ну, пускай сделают Янатихич, вы вот посмотрите Я прям даже вот Так интересно становится Вот все братья, вот Все в общине ваши, понимаете Все люди Да я и по себе тоже Я так никогда не разговаривал Я разговариваю всегда тихо в скайпе Вот А это же все кричат Все абсолютно Все ваши, все рядом, которые люди Все кричат Понимаете как? Ну, это кажется, что кричат А на самом деле не кричат А они любят просто меня Ну, понятно, из-за любви же к вам Это такой крит, он не нервный А у меня тоже У меня голос такой Людям кажется, что я иной раз гневаюсь А у меня голос просто такой Я иногда по телефону звоню Вот разговариваю с людьми А люди мне А что вы со мной так разговариваете? А я вроде нормально разговариваю А им кажется, что я гневаюсь Да, не за гневаюсь Ну, что сделаешь? Какие мы есть Вот он принес И главное, деньги ни за что не берут Вот это меня сильно томит Не берут То есть лекарства На все На все люди собирали деньги Все миром собирали Да тут не собирали Врач принес там Лекарства, там еще что-то Он всегда сам берет Он целый аптечку составляет Он не собирает Он от своего отрывает Я когда бы не говорил Нет, вы нам больше даете Да перестаньте Да и вот вы Забьют меня, забьют А я все равно на душе как-то Я говорю Сейчас аппарат они думают Все-таки надо поехать Куда-то меня повезти Но одно условие Не Чтобы не платить А батюшка пришел и говорит Так тебе бесплатно дадут Реабилитированные льготы имеют на это Я и забыл про эти льготы Я ни разу не пользовался Сколько Двадцать Двадцать четыре года уже я льготник Имею право поехать в любой конец Советского Союза Бесплатно Зубы вставлять Я ни разу не воспользовался Даже и не подумал об этом О, балда Мне льгота есть Действительно Я посмотрел Действительно Да, реабилитирую Политезаключенным Эта льгота дается А я и забыл Ну да А сейчас Что же я хотел-то еще Завтра референдум по Крыму будет Так что в понедельник Ко вторник Там может быть маленькая Температура другая будет А они же собирают там Эти ополченцы Собираются Целой армии Там уже Десятки тысяч людей Собрались Такие новобранцы Вот Ну За самостоятельную Украину Будут воевать Против Русскоговорящих А которые татары Если говорить Такое дело Что Крым выходит Мы тоже Говорят На Крыму Говорят Выходим Уходим тогда Говорят Мы в Турцию Запрашиваем Турцию Чтоб Турция приняла Пусть А в Крыму Будет ее штат Интересно так Так вы никогда Там не были Крым-то И он С самого начала Принадлежал России Это Хрущев Бесноватый Взял Отхватил Жене подарил Говорит Ну Еще тут удивляться Что конфликтная ситуация Это даже он не подарил Там Начали поднимать документы А там Не оформили Даже документы Правильно Вот То есть Он еще по закону Принадлежит нам Еще Крым Там документы До конца Не оформлены Он Крым Не принадлежал Но Теперь-то уже Ей отдан И поэтому Просто так Разошлись Допустим Ну когда разошлись Двое рассорились Ну подарки-то Не отнимают же Назад Считайте Подарили Там подняли вопросы Еще В общем Под эту марку Подняли вопрос По Этой самой По Аляске В общем Начали бумаги поднимать Аляска тоже уже Нам принадлежит Там бумаги Не были оформлены В общем Сейчас Суд подают Аляску возвращать будут Да Ну это так Мы между делом Просто сказали Главное Сегодня у меня Я сегодня Причащался Вот самое главное Что У меня Особый день А как часто Вы причащаетесь Посты Четыре раза в году Я считаю Это самое оптимальное Чаще Не практикуется У нас А и реже Если в течение года Не причащался Соглашенными Обязан выходить Из храма Что-то А он честно Говорит Причащайтесь Как можно чаще Причащайтесь Хотя бы раз в месяц Причащайтесь Батюшка знает И я знаю Так И чем чаще Причащаются Они как бесноватые Делаются Куда попало Лезут А мне о чем Не думать Сами над собой Ни грамма не работают У батюшек Один закон Чаще исповедуйся Чаще причащайся А что ты-то Оставался Какой Змей Горыныч И такие яйца Высиживаешь Их это не касается Чаще исповедуйся Ну по сути По сути Причащаться Можно каждый день Потому что человек Выходит Из храма И тут же грешит То есть ему можно Узращаться И опять же Причащаться Ну вот мы нашли Что самое Оптимальное решение Это Каждый пост Но можно еще На день ангела День рождения Но не меньше Одного раза в год Вот От четырех До одного Я для себя знаю Что Четыре раза Этого вполне достаточно Вполне И Ничего больше не дает Если ежедневно Даже будешь Причащаться Ничего это не дает Ни с какой стороны Человек над собой не работает Он будет только стоять Я верю Я это принимаю Мария Египетская За 47 лет Один раз Причастилась И у нее же не отрицается Она главное не отрицала Как вера Снова грохот Ко мне пад И гора Говорит Пошла на место Я упал И сказал Отче Такой веры у нас нету Вера в благочестие Это есть Крестные ходы Мощи У нас все есть А какая вера Когда господь сказал Что если ваша вера Вера будет горчичное зерно То будет по вере вашей А что это за вера В себя В свою силу Или что Вера в то Что Бог все может Но вера тут двух видов Одна вера спасительная Кто верует в Сына Божий Имеет жизнь вечную А другая вера чудодейственная И люди не понимая этого Они говорят Ну можешь чтобы гора взвинулась Нет У тебя с горчичное зерно Веры нету Он говорит Одни чудотворцы Чудотворение Это талант Бог дал такой И они об этой вере-то решают Люди даже этого не понимают Гора Двинься А что тебе от этого Да так Мы говорит Долго с ним беседовали И он вдруг говорит Марк Ну что брат Пора подкрепить эту рабыню Рабыню вот эту плоть Я говорю Вижу говорит Сверху Протягивается рука И кладет два хлеба Большие там батоны Он говорит Благодарю брат Его ангела питает А эксерапиона говорит Поверь брат Все эти годы Было по одному хлебу И сегодня только ради тебя Два хлеба Ангел знает Вот как люди жили Но Так жития написано Я не могу это сказать Баптистам Другим они Жития не считают Не знаю Ну у православных-то Вера и больше Чудеса Ну смотрите Вот они Все-таки те же баптисты Они не считают Жития А какая у них пламенная вера Все равно Вот говорят Вот мы берем Допустим Сто человек Из храма выходят Давайте мы их Исследуем Вопросы зададим Как живут То другое Некоторых знаем Из сто баптистов Ну сто много По десять возьмем Так сравнивать даже Не приходится Православные Ругаются И пришел случайно Только Евангелие не знают А эти знают Живут чисто Почему? Потому что Они считают Слово Божие Хотя они не в церкви Господь говорит Вы уже очищены Через слово Которое я проповедовал Через слово А его спрятали От православных Главное Покупай свечки Мощи целуй Ну и иди домой Причищайся Чаще Исповедуйся Чаще Причищайся Вера Это не евангельская Апостол Парк филиппийцам Говорит Подвязайтесь Единодушно Все Ни один Ни два Человека За веру Евангельскую Я подвязаюсь 51 год За веру Евангельскую И поэтому Так Все это Выглядит Вот это Такая какая-то Смесь Ну что попало Городин Ну а какая Покажи Что у меня не так В вере Он не знает Он Чужого голоса говорит Я верую Восвятую Троицу Считаю символ веры Иду в церковь Причищаюсь Молюсь за патриарха А они к нам приезжает Епископ И вместе молимся Что не так-то А дальше Они еще не могут сказать Ему надо злословить А Польше никакой нет Я знаю Сошел дьявол Великой ярости И ты избран Дьяволом Я Богом Так а та и разница Я должен говорить Правду и говорю Ты должен ложь говорить Говоришь ложь Получишь В свое время Возмездие Геннадий Техич Вот Сейчас В храмах Священники Ну В проповеди Ну не все Конечно Но многие Людям предлагают Читать Евангелие Вот А о Ветхом Завете Не говорят ни слова Насколько Человеку Важно читать Ветхий Завет Ну без Ветхого Завета Мы и Новый Завет Не будем понимать Вот Смотрим Евангелие От Иоанна 1.29 Иоанн Креститель Видит Иисуса И говорит Вот Агнец Божий Который берет О Себя Грех Мира Какой Агнец Какой грех Если Ветхого Завета Нету При чем тут Агнец Ягненок то И как он его берет И грех Мира Это надо знать Грехопадение Это Ветхом Завете Что приносили Ягнят в жертву В Ветхом Завете И что клали на жертвенник В Ветхом Завете И святыня Великая Всем не освящает А Агнец Божественного Агнец Который Положили на крест Без Ветхого Завета Мы вообще ничего Не должны понимать Нам кажется Что мы так понимаем На самом деле Мы все основаны На Ветхом Завете Мы увидели радугу А что означает Символ милосердия Что Бог снова Потоп ненавидет Откуда узнали это 9 глава там Деяния Это бытие Ну другое Что бы ни конца Там вот это Содомский грех Откуда слово Содом Из Ветхого Завета Мы начинаем считать Да кто Господь говорит Я Господь силен Из всех камней Детей Аврамуса Кто такой Аврам Но если Ветхий Завет Не считать Вообще Ты не будешь знать Как обратился Вот как Исааков Приносил жертву Имея его признаменование Вот какое дело Так что Ветхий Завет Необходимо нам знать Нужно считать И любить И когда Господь сказал Евангелие От Яна 5.39 Ногами не зацепи Не наступай на провод Вот И говорит Исследуйте Писание В то время не было Ни Евангелия Ничего Только Ветхий Завет Исследуйте Писание Это речь идет Исследовать Ветхий Завет Ну мы переносим И на Новый Завет Теперь уже Но когда Господь Так говорил Евангелия не было Они написаны будут После Его Вознесения Через 5, через 10, через 35 лет Каждый Евангелие В свое время будет А Христос прямо говорил Вы через них думаете Иметь жизнь вечную Ну Писание А они свидетельствуют о Мне Где? Да во всем Ветхом Завете Все что делалось Это были образы для нас Чтобы мы не были походливы На злое 1 Коринфян 10.6.11 Оттуда А как бы мы знали образы эти? Мы не знаем ни одного имени Ни Якова, ни Исаака Образы какие были Господь им говорит Как было в одни Ноя Ели пили Женились Выходили замуж А что ты скажешь про Ноя? Какой? Когда ты Ветхий Завет не считал Так будет пришествие Сына Человеческого Господь постоянно обращался К Псалтире И упрекал их За неверие воскресшие И стал им открывать По порядку Все что было предсказано о нем Вы это считали? Считали Но забыли Ведь Моисей же сказал Что из вас самих Восставлю вам пророка Слушайте как меня 18-15 Таразакония А как бы Господь ссылался? И была, говорит, зима Празднование зимы Откуда мы знаем Это считаем Евангелие? А празднование обновления храма Это только в Ветхом Завете А в Новом Завете Это ссылка на это идется И все время ссылки даются На Ветхий Завет И его нужно знать Конечно, мы Новый Завет Должны знать больше Живем по Евангелию Но Ветхий Завет содержит Псалтирь Книга Молитвы И мы по ней молимся А кроме того О Париме Считаются Ветхозаветные Постановления Мы все узнаем оттуда Пророчества Когда говорится Так вот Как Яков там уснул Там про воду Где при источниках Ну, когда водосвятие считается Все оттуда Когда венчают Да будешь как Ревекка Как Рахиль Священник считает сегодня А который стоит-то Ревекка, Рахиль Он ничего не знает Он думает Креветка какая-то Какая, говорит Это Ревекка Это женщина была такая Бабки выходят После Пасхи Она сестра подошла И спрашивает Вот поются Что такое Из сущих в ограбе Сущих в ограбе Живот дорвал Христос воскресе И смертный Что такое сущие Она понимает Бабка сущий Воробей Да какой же тебе воробей То здесь Никакого воробья нету Как этот пишет Говорит Отложим по печенью Они-то печенье купили Откладывают По одной печенюшке По печенью Заботы Отбросить от себя Мы Ветхий Завет Должны знать Очень хорошо И поэтому Если будут туда Вставки какие-то Мирские Мы сразу обнаружим И скажем Не наша вера Наша вера По слову Божию Четко и ясно Вот Христос сказал Исследуйте Писание Вот В первые века Не было толкователей На Писание Вот И сейчас Вот К примеру Те же Баптисты Они вот считают Что они Писание исследуют Духом Святым И Дух Святой Им дает толкование Вот Ну и правильно Также в первые времена Люди-то как Вот Христос сказал Исследуйте Писание А раньше не было Кто подсказал бы Были С первого дня Притом были Апостол Павел говорит Во-первых Поставил апостолами Во-вторых Пророками В-третьих Учителями Это Павел пишет Значит Они были учителя Которые Истолковывали И это толкование Осталось Варнава Там что писал Игнатий Богоносец Это так Первому веку Все относится Это сохранилось Их послание А уже второй век Там уже пошли Ирине Леонский Поликарп Смирский Там уже Много было А уже четвертый век Самый половин Учителя-то учились От Духа Святого Конечно И сектанты Когда говорят Не надо Мы от Духа Святого Говорим Они обманывают Себя и других Если вы Баптисты Одинаково А почему Адвентисты По-другому Тоже от Духа Святого Тысячи сект Говорят 21 тысяча У всех Библии У всех Дух И все по-разному А при том Очень разное В основополагающем Догмате Одни верят Троицу Другие не верят Одни считают Надо крестить Детей Другие не надо Конфирмация Проводится И чего только Нету Разница Это только Один разговор Вне церкви Нет спасения Вот это Надо запомнить Вне церкви А церковь Там где есть Рукоположенная Епископат Надо шире Маленько Смотреть Староверы Они никого Не признают Максим Исповедник Федор Студит Все на этом Замкнуло А никакого отношения Федор Студит К этому не имеет Они просто Передергивают И там что он говорил Иконоборством Они перекладывают На все Это патриарх Еретик Ну и Как он Еретик В чем Еретик Хотя покажите А вот он Молился С Папой Римский А Папа Еретик Ты ничего Еще не доказал Ничего не доказал Кроме того Что еще не знаешь Я долго Исследовал Все И нашел Что церковь Вот от пяти Отростков Я всегда Об этом говорю Православие Католицизм Григорияна Армяне Копки И сирийцы За пределом Этим Одессекты Надо найти Вот об этом И говорил Ясно Ну что Я буду сейчас Загружать Он до утра У меня отмолотит Это Безгружать А мне как разница Ну пускай Пускай Ну да А я там Увижу И я заберу Сразу Хорошо Что у меня сейчас Нет А то бы она Не дала Говорить Когда она Молотит Там Она тут Все тормозит И очень сильная Программа Много отнимает Когда молотит Я даже с трудом Открываю Другие файлы Ну что Если ничего Нет Благословляй И вас Бог благословит Спасибо Все остальное Я просто верю Что Бог Дарует Все В свое время Не дается Пока Видимо Не время Еще Пока Что-то Прямо У нас Время еще Есть Еще один Месяц Вполне Мы можем Подождать Ну что Ладно Выходи Из игры Да Все Оставайтесь С Богом С Богом Спасибо Христос Это Бог Так сделал Чтобы мы Познали Друг друга Давай Включаем Видишь Как Вот один Отошел Второй Ну что у меня Было бы Если бы я был Неверующий Еще бы не было Ну что там В деревне Сидит Там кто-то Бухти